Всем привет! Сегодня у нас письмо от Анонима. Я зачитаю письмо, где-то буду останавливаться, давать свои комментарии. И, собственно, автор ждет комментариев от вас под видео. Давайте приступим. Итак, здравствуйте! Очень приятно вас слушать и смотреть на вас. Решила задать вопрос, так как впервые общалась с турком. Он сам написал мне на русском сайте знакомств. Я сразу подумала, что это мошенник или что-то вроде того. Так как бывало, что мне писали иностранцы, в том числе и турки на WhatsApp, когда меня не было на сайте, и сразу начинали про замужество и так далее. У меня вопрос, как турки узнавали ваш номер телефона. То есть вы, получается, на сайте знакомств телефон свой опубликовали. Очень опрометчиво. В силу нашей соцжизни. Потому что вы это поосторожней будьте. Всяких проходимцев, мошенников очень много. Я бы так свои данные не раскидала в соцсетях. Либо предлагали прислать мне подарок. Я читала, то есть такая мошенническая схема. Но несмотря на то, что я не отнесла серьезно к этому человеку, так как и он писал вежливо, красиво и без пошлости, без а-ля ищу русскую жену, я дала ему ник в Телеграме. А, вы общались через Телеграм, окей. Мы общались почти месяц. Потом он внезапно пропал. Потом появился спустя пять дней. И сказал, что его пугает то, что он так привязывается ко мне, поэтому он пропадал. Но скучал и поэтому написал снова. Мы продолжили переписку. За эти полтора месяца он несколько раз звал меня приехать. Я объясняла, что я не могу оставить ребенка и вообще ехать к незнакомому мужчине. Присылал четыре раза очень красивые и дорогие букеты. В переписке он говорил, что ему кажется, что я его любовь строил планы на будущее. Что купит в России дом, что если мы поженимся, то это будет как-то так-то. И, в общем, все это описывал. В общем, планы были грандиозны. Я, конечно, не воспринимала все это серьезно. Я отвечала, что давай сначала встретимся, а потом уж поговорим об этом. Логично. В итоге я согласилась приехать, но только если я поеду по путевке в отель. Он сказал, что пришлет деньги и снимет себе в том же отеле отдельный номер. Снимал мне видео из банка, что он пришел туда, но перевод не состоялся из-за санкций. Потом он сказал, что договорился со своими русскими клиентами о переводе. Но тот, этот клиент, два раза должен был приехать, но так и не приехал. И он снова пропал. Да, до этого он все время был инициатором звонков по видео. Мы говорили, общались, никаких подозрений он у меня не вызывал. Кроме того, что, ну, как бы, а зачем ему все это нужно? Невозможно влюбиться вот так вот по фото и так далее. Но он мне уже тогда тоже начал нравиться, если честно. Так вот, когда он снова пропал на сутки, где-то он сказал, что ему было стыдно, что он послал мне деньги, так как я его клиент тогда не пришел на встречу. Ну, в общем, он все устроит и все будет. Я ответила, что я не верю в это. Напомнила, что мы договаривались, что он не будет вот так отмалчиваться и пропадать. Мы об этом разговаривали раньше. Что я не могу сорваться просто так в поездку резко. У меня есть работа, ребенок, обязательства. Сосил прощения, говорил, что он не лжец и больше всего на свете мечтает увидеться со мной. Но он не знает пока, как переслать мне деньги. Мне все это надоело. Я не могу тратить время на переписки и созвоны с человеком, который врет. Я сама нашла контакты в Турции. Кто может взять нал и перечислить на русскую карту? Молодец. Отправила контакты ему. Он написал, что вот сейчас создаст чат с этим человеком и со мной. И снова пропал. Сколько было ситуаций, когда я его проверяла. Он ни разу ни на чем не попался. Например, он говорил, что в кафе присылал фото. А я смотрела по гугл-картам. И правда, это кафе есть возле его работы. Ну и всякие другие ситуации такие. Мало того, я попросила справку о разводе. И он мне ее прислал. Сначала видео, что он пришел в офис, где их выдают. Потом справку с датами, где все совпадало с его рассказами. О возрасте, о свадьбе. В общем, когда все он начал с нуля после развода. У меня еще сразу вопрос. Зачем какую-то справку мучить? И вам видео снимать, как он куда-то пошел и брать, когда открыл ЕДВЛЕТ. И показал, что ты не женат. Все, в чем проблема вообще? У меня не разбито сердце, слава богу, Смайлике. Я не дала сразу больших ставок на него. Но человек оказался мне нормальным. И даже стал нравиться. Он сам меня звал. Сам предлагал несколько раз материальную помощь. Я на это молчала. Я ни разу ничего не попросила. Не оплатить мне поездку, ничего. Это все шло только от него. Но мне хочется понять, зачем он тратил свое и мое время. Например, деньги на цветы. Если в итоге не может или не хочет оплатить в итоге нашу встречу. Сегодня, после того, как он пропал, я звонила и писала с просьбой объясниться. Просто так, зачем все это было? Но он мне ответил. Мне непонятно. Ему 41 год. Вроде взрослся человек. Я заранее прошу прощения. Если вопрос, возможно, не вписываются в тему вашего блога. Но, может быть, похожие ситуации были у вас. Есть ли у вас соображения на этот счет? Спасибо, что дочитали до конца. Желаю всего на лучшего. И услышать подобные истории от ваших подписчиц. Смотрите. Я приглашаю вас посетить мой лекторий здоровых отношений. У нас с вами пройдет 4 лекции в закрытом телеграм-канале. Доступ к которому у вас остается в течение 3 месяцев. Вы можете вернуться к этой информации или послушать эти лекции в течение 3 месяцев в любое удобное для вас время. Лектория стартует 5 декабря. И с этого дня к лекторию прикреплен чат с живым общением. Я буду отвечать на ваши вопросы по поводу отношений, взаимосвязей. То есть наше с вами живое общение, интерактив. Этот чат будет действовать в течение 2 недель. Это будет уникальная возможность, приобретая 4 лекции с информацией. Также получать консультации психолога. Темы, которые мы затронем с вами на лектории. Что такое здоровое отношение, определение токсичных. Какие факторы способствуют тому, что мы вступаем в токсичные и нездоровые отношения. Также у нас будет лекция про самооценку ее формирования. Насколько она важна в взаимоотношении с партнером. Личные границы. Как они важны в отношениях. Как их расставлять. Я вам дам схему личных границ. Если у вас есть страх, возможно, говорить нет. Отказывать и отстаивать свои личные границы с партнером. И заключительная лекция будет о том, как создавать и поддерживать здоровые отношения. Самый лучший приятный подарок на Новый год. Подарить себе шанс на новую жизнь. На здоровые и счастливые отношения. В инфобоксе под видео указана моя электронная почта. Для информации о стоимости и условиях этого курса «Лектория» вы можете написать в теме письма «Хочу в лектории». Я вам отвечу, пришлю письмо в ответ со всеми условиями. Напоминаю, что «Лектория» стартует 5 декабря. Прекрасный повод сделать себе приятно и начать новую жизнь в здоровых отношениях. До новых встреч. Увидимся на «Лектории». Я не могу залезть к человеку в голову и дать вам ответ, зачем или почему он это делал. У меня могут быть только предположения, какая-то минимальная простая аналитика. Что это могло быть? Я все равно момент мошенничества не хочу убирать. Вполне возможно. Так очень часто развод такой идет. Вы, если не знаете истории, посмотрите. Что сначала всегда прикармливают, дарят либо подарки, либо какие-то цветы. Потом обычно трудности с переводами, с деньгами, кто-то заболел, кого-то сбило машину и все прочее. И это может длиться полгода даже. Обрабатывают людей по интернету на странах различных, не только в Турции. Короче, вот этот обман в интернете из всяких сайтов знакомств, мужиков, развод. Это очень часто такое бывает. Сначала они реально вкладываются, чтобы именно вас задобрить, расположить к себе. И какие-то подозрения ваши как бы стереть вообще, да, вот доверие было. Он втирается в доверие. Про любовь, про морковь, все дела. И даже не скоро, через там полгода, например, только вылазит, что там что-то история какая-то с деньгами будет. И вы ему какую-то сумму отправляете и так далее. В общем, это абсолютно окей норм. Это часто встречается. Вообще не новость. Что об этом, собственно, спрашивать? Я не удивлена. То есть вы просто, может быть, спрыгнули и начали задавать конкретные вопросы, действия, все его клеймить как-то. Он стал пропадать, потому что он понял, что с вами не получится. То есть вы ему денег не отправите. Поэтому он просто начал сливаться. Или параллельно у него же не одна, как правило, женщина подобная. Очень даже много, около десяти, как правило. То там где-то просто выгорают какие-то бабки. Я еще не удивлюсь, что со временем опять появится. Опять история про деньги будет. И в итоге попытается все-таки вас на что-то развести, на какие-то деньги кинуть. Если мы берем перевод денег из Турции в Россию из-за санкции, пошел он в банк, он такой герой. Вообще Google открыть, он не пробовал, конечно, да, сначала, что банки перевод не делают. Вообще перевести можно либо, как вы нашли, физическое лицо, кто в Турции, у кого есть там доступ к русским картам, например, кто-то возьмет. Ну, надежный человек, который возьмет лиры и переведет там на русскую карту. Так очень многие делают в Телеграм-чатах. А вообще можно с золотой короной, если что, приложение из Турции, с Ибана, с карточки перевести в Россию на получателя. Нужно будет там, знаете, имя, фамилия, отчество обязательно в России, кто получатель. Номер паспорта получателя, с каким он, например, получатель, дату рождения вроде бы. То есть, если этих данных нет, то платеж либо зависит обратно отправить. То есть, там все увидите. И даже человеку, по сути, чтобы отправить по короне, не надо скачивать приложение. Закошел на сайт, отправил, все, как бы, с карточкой у тебя деньги списались. Какие банки, какие люди, кто-то должен приехать. Все это делается очень просто. Google, как говорится, в помощь. Если берем вообще ситуацию, представим, что он не мошенник, почему он так себя вел, такой нерешительный, такой ендой, короче, занимался, время тратил и цветы мне дарил, дорогие букеты присылал. Я еще скоро скажу, но это не про что, серьезно, да, мы все знаем прекрасно. Если человеку хочется, ему нравится, у него преград, проблем не будет, он не отступит. И он глупого так пропадать не будет, правильно? Но это сразу же не про серьезное, это первое. А второе, к сожалению, возможно, не знаю, как это назвать, но, возможно, он, естественно, общается не только с вами, всяких сайтов знакомств, он же вас как-то нашел где-то. У него и другие, значит, пассии есть. Просто есть кто-то, возможно, для вас не очень приятное, кто ему нравится больше, к сожалению. Возможно, он потратил деньги на поездку другой женщине. Я вот про факты, про реальность говорю. Возможно, он переключился на какую-то другую. Так что не факт, что он там мошенник про деньги, может быть, про влюбленность, про отношения, но очень трудно в это вериться, сразу говорю. И второе, у него просто параллельно, я честно скажу, ну вот вы сами сидите где-то, общаетесь, переписываете сайты знакомств, там, не знаю, в инстаграмме знакомств, не важно, где знакомимся. В интернете. Ну, у вас же не один, как правило, ухажер. Два, три бывает, кто вам пишет комплименты, потом вы из кого-то выбираете. Почему вы думаете, что мужчины так не делают? Мужчин тоже на примете, несколько женщин, с кем переписываются, кому-то у них что-то вгорает, любовь, там, встречи и все прочее. Возможно, кто-то перебил вашу ставку. Ну, это все не про любовь, отношения и так далее. Я вообще считаю, что если у вас не заладилось, чувак куда-то пропадает интернет, и пусть пропадает, перекрестились, пошли дальше, значит, не ваша и не судьба. Не будет вам трепать нервы, мозги вам делать, вас, короче, отвело, радуйтесь этому, сколько проблем, сколько мошенников и всего прочего. С таким связываться, это, короче, понимаете, даже если это не мошенник, а нормальный, адекватный чувак, у меня сразу вопрос к нему про его, не знаю, невротизм, например. Вот эти пропадания, избегания, любовная привязанность, избегающий тип личности, там кусток всего навязывается сразу. Короче, это не про здоровые, хорошие отношения, а про какие-то проблемы. Так что у вас, может быть, судьба отводит от того, чтобы вы заморачивались, вам трепали нервы, и вы там у разбитого корыта с кучей слез, соплей остались. Короче, нет и нет, слава богу, пусть пропадает. Главное же в этих ситуациях не... Что происходит, какой партнер и что делать? Как я на это реагирую? Какая у меня самооценка? Вот вы молодец, говорите, я как бы достойна немножко другого. Раз он пропадает, пошел нафиг. Правильно, я вас абсолютно поддерживаю. Это просто не ваш человек. Зачем вам заморачиваться? Вы про нормальные, например, отношения. Вообще, ну здесь очень темная история. Сразу говорю, как он что-то нашел, контакты, по фото, вот эта вся история, она уже странненькая. В общем, надеюсь, я комплексно ответила на ваше письмо. Пишите в комментариях, у кого были подобные ситуации. Как вы думаете, подписчики, что ему нужно было, либо что послужило причиной того, что мужчина начал пропадать? Очень интересно ваше мнение, является ли он мошенником, как вы думаете? Какая цель у него была, его общение? Спасибо всем большое за внимание. В инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Обязательно подписывайтесь. Мне ставьте лайки, пишите комментарии под видео, рассылайте это видео своим знакомым, шерьте его. Если вы хотите прислать свою историю от анонима, в инфобоксе моя почта указана, тема письма, история от анонима. Или если вы хотите индивидуальную консультацию психологическую от меня, то тема письма, консультация. Кто хочет поучаствовать в лектории, в телеграме на тему здоровых отношений, партнерских, то пишите в комментариях тоже. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok